Хороший повар доктора стоит, поэтому задача конкурсантов приготовить не только вкусно, но и полезно. Плюс оригинально оформить шедевр и грамотно подать. От этих тонкостей зависит оценка жюри, среди которых профессионалы. Так в блюдах из рыбы они заметили общую для финалистов тенденцию. У всех конкурсантов одни и те же проблемы существуют. Это отсутствие должного внимания к использованию, полному использованию продуктов, иррациональному использованию продуктов. Ну то есть, например, использование кожицы, использование костей. Проще говоря, повара не задействовали ни кости, ни чешую, ни кожу. Все то, что делает вкус рыбы многогранным. Это важно так же, как и проверять продукты на качество. Если бы, например, я сливки, которые добавлял в крем, не проверил бы на качество, они были бы просрочены, то у меня бы крем не получился, получился бы кислый и невкусный, из-за этого бы он испортил весь десят. Дегустация завершена, жюри отметили высокий уровень подготовки всех участников и определили победителей. Настал самый волнительный момент. 20 тысяч рублей и бунно-облесметрили все разы. За третье место сертификат на сумму 10 тысяч рублей, за серебро 20 тысяч. Из 40 тысяч рублей победителю, остальным участникам памятные дипломы. Самой главной целью, когда мы планировали и проводили этот конкурс, было все-таки привлечь внимание к профессиям поваров, в том числе поваров, привлечь внимание специалистов, которые бы хотели себя проявить, обменяться опытом. Ну а глобальная цель – это, безусловно, повысить престиж профессии. В Ростовской области в сфере общепита трудятся более 37 тысяч человек. Из-за пандемии коронавируса эта отрасль пострадала больше других. И конкурс, который в регионе прошел впервые, словно коронное блюдо, оказался кстати и привлек к себе внимание.